Славною рекою Хоть уже он полон Все же течет вполне И глубже проникает И живет людей Веру я в Иисуса И придя в призыв Я нашел бложество И навек счастлив Всех закрытых в мошве Божьи их рука Не пристит вековы Не настигнет ваг Не коснуться сердца Не печаль и днем Ни соблазни правды И не тянет вагон Веру я в Иисуса И придя в призыв Я нашел бложество И навек счастлив Радости и горе Сын же суждены Каждому спасибо Господа даны Если Богу верит То пойдем в покой Верит Бог для тех, кто Верует душой Веру я в Иисуса И придя в призыв И придя в призыв Я нашел бложество И навек счастлив Верю я в Иисуса И придя в призыв Я нашел бложество И навек счастлив Слава Богу! Мы приветствуем всех, друзья На сегодняшнем богослужении Очень рады видеть всех вас И давайте мы вначале Попросим Божьего благословения На наше служение вместе Отец, мы благодарим и славим тебя За то, что ты источник Этого блаженства, Господь Которого мы так недостойны, Господь Но ты нашел нас, ты возлюбил нас, Господь И привел к себе Мы благодарим тебя за это, Господь Мы благодарны тебе за возможность Быть частью твоего плана Через церковь, Господь Мы благодарны тебе за каждого из нас Каждого члена, Господь Брата, сестру, заслужителей наших, Господь За детей Слава тебе за этот план И мы желаем, Господь, исполнить его Так, как ты это задумал Хотим быть эффективными членами этой церкви Взращивать друг друга, Господь Пусть сегодняшнее служение Послужит нам в этом Помоги, чтобы мы Благослови наше прославление тебя Через песни, через слово проповеди Через наши молитвы, Господь Через детское служение Финансовое служение, Господь Пусть все это принесет славу и хвалу тебе И будет возведание каждому из нас Аминь Друзья, мы хотели бы еще одну Спеть песню, которая может быть Не новая для всех нас Но здесь мы ее еще не пели Это прекрасная песня Которая мне просто напоминает Знаете, многие псалмы Давида Где он просто славит Бога За его вечную силу За то, что он Источник спасения Поэтому давайте вместе Прославим Бога через эту песню Аллилуйя, Аллилуйя Бойте сердцем и душой Бойте пробу без боленья Китры радости святой Тот, кто был раскат на гребе Умирал за нас на нем Царь небеса встал Из нотвых смеса Вечным даже сном Пусть и смерти ты не сняты Жизнь искрома родилась Он воскресенье Жизнь и смертья Наши души Правилась Победил Христос И души Видят правит Тожество Мы восстанем Жизнь и смертью Жизнь и смертью Жизнь и смертью Победил Христос Победил Христос Аллилуйя Аллилуйя Вечная Троица Победил Христос Аллилуйя Аллилуйя Вечная Троица Победил Христос Победил Христос Аллилуйя Вечная Троица Надежда есть Вся моя жизнь и сила в Нем Он камень мой, скала и весь Надежный спутник, страшный шторм Как высока любовь Его Как мир глубок, как с Ним легко Мой утешитель все на всем Моя опора только в Нем Крестей одном Принявшим плоть Открылся всем Могущий Бог Но дар любви Что дал Господь Отверг народ Искрад Порог Он на грязи святатам С мирем и гневаться принят Мой грех на плечи возложи Что бы Его не светлюшим В земле, как все Он мертвым был Но в третий день Он победил И снова наш Он победитель всех Он победитель всех Нет страха смерти Нет вины Все только силой От первых дней От первых дней От первых дней На смерти днем Моя судьба От первых дней Он победитель всех От первых дней От первых дней От первых дней Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Приветствую вас, дорогие друзья. Рад всех видеть. Хочу пожелать, чтобы действительно каждого из нас была опора Иисус Христос. И только в Нем. Когда мы думаем об вопросе нашего спасения, когда мы думаем об уверенности нашего спасения, так хочется, чтобы мы всегда думали о Нем. О том, что Он был, что Он пришел, кем Он стал, и что Он сделал там, на Голгофском кресте, и что Он после этого воскрес. Он не остался мертвым. И именно это дает нам опору в жизни. Это дает нам фундамент и уверенность в том, что мы знаем, куда мы идем и где мы будем. Господь очень сильно благословил нас с братьями на эти выходные. У нас был еще один братский ретрит. Кто-то, может быть, думает, у нас их слишком много. Я объявлял, что мы решили братья взять по поколениям, по возрастным группам, сделать несколько ретритов. У нас уже было три. Кто из вас постарше, не расстраивайтесь, для вас будет тоже ретрит в средине ноября. Мы его планируем, поэтому мы еще будем об этом напоминать нам. Но Господь действительно благословил. Мы на этих ретритах размышляем о поместной церкви, о предназначении поместной церкви, о том, какие цели Бог предоставил для поместной церкви и, конечно же, какие средства Бог предписывает нам, чтобы достигать те или иные церкви. Поэтому мы благодарны Господу за такие богословения, которые Он дает нам. Пользуясь возможностью, пока я здесь, об этом еще будет объявляться, хочу сказать, что сегодня вечером у нас начнутся беседы для тех, кто желает принять крещение. В будущем. Хочу пригласить туда любого человека, который просто хочет утвердиться в своей вере. Даже если вы член церкви, вы просто хотите послушать некоторые семинары, мы будем говорить об основных частях Евангелия, о библейском мировоззрении, о смысле жизни и так далее. Мы будем углубляться в Божий план для каждого из людей, покаяние, возрождение. То есть очень такие базовые вещи, но они фундаментальны в нас, для нашей веры. И поэтому, если кто-то желает, пожалуйста, у Гриши сегодня дома мы будем встречаться в 6 часов вечера. Ну и, конечно же, тех, кто хотел бы принять крещение, я знаю, что у нас несколько людей есть. Вот, пожалуйста, для вас это будет обязательно. Окей, давайте с вами прочитаем сегодняшний наш текст. I'm very looking forward to… Я не знаю, как это по-русски сказать, я очень excited на следующие несколько воскресенья, потому что мы сегодня начинаем с вами смотреть на главу, которую, я бы ее так назвал, одна из самых таких содержательных глав во всей Библии, о том, что означает быть христианином. Это Колоссянам 3 глава. Мы с вами уже в последние несколько месяцев говорили о том, кто мы во Христе. Мы смотрели на первые две главы, где Павел очень много нам преподносит учения. Мы с вами утвердились в разных доктринах. Сегодня мы начнем с вами смотреть на то, что же нам теперь с этим делать. Как нам теперь жить в свете того, кем мы являемся. Я хочу с вами прочитать всю эту третью главу. Сегодня брат Виталий начнет нам объяснять первые 4 стиха. Но мы с вами в следующие несколько воскресений, даже несколько месяцев, будем смотреть на всю эту главу. Поэтому давайте всю ее прочитаем, для того, чтобы у нас было общее понимание того, что говорит здесь Павел. Итак, Колоссянам 3 глава. Я прочитаю с первого стиха. Итак, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и дало служение, за который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними, а теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлегшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, обращаемся к Тебе в этот день, благодарим Тебя за Твою милость, Господи, за Твою благодать к нам, за Твое Евангелие, которое Ты принес на эту землю. Господи, благодарим Тебя, что у нас есть в нашей церкви возможность размышлять над этим посланием апостола Павла к Колоссянам, Господи, за все то, что Ты уже нам говорил на протяжении всех этих месяцев, и у нас сегодня есть возможность начать смотреть на практическое применение всего того, о чем мы говорили. Господи, Ты говоришь, что спасение — это что-то намного большее, чем билет или пропуск в рай. Ты говоришь нам о том, что когда человек обращается к Тебе, Ты даешь ему новую жизнь, Ты воскрешаешь его из мертвых, и вот это воскресение, вот эта новая жизнь, она имеет конкретное проявление в нашей жизни. Господи, я молю тебя, приготовь наши сердца для того, чтобы мы были готовы и к сегодняшнему собранию. Сегодня мы будем смотреть на вступительные слова этой главы, Господь. Мы нуждаемся в том, чтобы Дух Твой Святой не только дал нам понять этот текст, не только дал нам разобраться в словах и в грамматике, Господи, но чтобы мы ясно видели, как это все относится к моей жизни. Где я еще не ищу горнего? Где я, Господь, еще живу, противореча тому, что я воскрес с Тобою? Где я еще живу, как будто я мертвый? Господи, помоги привести нашу жизнь в гармонию с тем, кто мы есть. Нуждаемся в Тебе, Господь. Работай на протяжении всех этих служений, и пускай только Тебе будет слава через все, что мы делаем здесь. Наш Бог во имя Отца и Сына и Святого Духа просим все это. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, сейчас будет пение, и мы во время этого пения участвуем с вами в материальном служении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Я был в Истамбуле прошлую зиму Ночевал там И я несколько слов уловил Которых я уже слышал в Миннесоте Мама даёт сыну что-то Говорит возьми Эк-Мек Хлеб возьми Хорошо Действительно братья и сёстры Евангелие божие распространяется Конечно, на Камчатке у нас еще не дошло до изучения доктрин глубоких, но самое главное, мы проповедуем Божью благодать, как люди спасаются. В этом году я шел в поселке и узнал, что новый священник там в Эссе на Камчатке, и я к нему иду на встречу, и он ко мне. Я говорю, вы тут новый священник? Он говорит, да. Я говорю, я со старым был почти другом. И говорит, надеюсь, что со мной тоже будете другом. Мы с вами делаем одно дело, рассказываем о царстве Божьем. Я говорю, да, мы расскажем его, говорю, проповедуя Божью благодать. Благодатью мы спасены и сени, от нас Божий дар не одел, чтобы кто не хвалился. Он говорит, да, да, но вера, говорит, без дел мертва. И дальше пошел. Все знают, братья и сестры. Распространяется Евангелие. Десять лет, одиннадцать лет мы работаем на Камчатке, начинали его служение. Ну и до этого, конечно, было, мы там не пионеры, там уже группы были небольшие. Но вот новую волну служения начинали, кстати, брат Виктор Васильевич Гиденко с Сейлома и Михаил Савин. Потом мне передали, и я уже там одиннадцатый год. То, что мы там делаем, я покажу на клипе. Еще зимой мы ездим и на Камчатку, и потом хотим посещать еще некоторые места. В прошлом году мы по пути с Камчатки посетили где-то десяти церквей в России. Нужда такая просто страшная, братья и сестры. Служителей нет, домики покосились. Слава Богу, Бог дал мне хорошую специальность, я строитель сам. И больше мы пропоедуем молотками, строим лопатой, поднимаем дома, показываем, как можно строить. Когда мы трассы или стропилы колотим на земле и потом краном поднимаем, практически все в шоке. В поселках, в городах все в шоке. Приходят и не могут поверить, что крыша стоит за один год. Это тоже проповедь Божьей благодати, братья и сестры. Когда Бог просвещает ум, возрождает к новой жизни, и тогда молоток по-другому держится. Все творю все новое, Господь сказал, братья и сестры. Поэтому я бы хотел, чтобы в каждой церкви в России был новенький дом молитвы, но одному его не построить. Я приглашаю вас и в Россию, и на Камчатку. Потом мы поехали в Ливан. Знаете, там пастор один часто бывает в Миннесоте. Война в Сирии. Тысячи беженцев бегут не знают куда. И вот около двух тысяч сейчас в Ливане. Одну маленькую деталь я запомнил, которая врезалась в сердце. Маленький мальчик с третьего этажа, где находится церковь. Часто звали меня семья их напить чай вместе. Я смотрю, что они с матерью заспорили на арабском языке. А потом я спросил, что ты с матерью говорил? Ну, говорит, мы говорили с ней о том, что такое православие. Тринадцать лет мальчику. И вы знаете, мать что-то ему сказала. Он говорит, а я ей сказал, говорит, вот ваше православие. Десять лет просидел, говорит, в пещере. Вот такую бороду отрастил. Это мальчик тринадцать лет матери, говорит. Вот такая у него одежда, говорит. Пьет одну воду и ест один хлеб. Всю Библию, говорит, перечитал. Вышел оттуда. И до сих пор не знает, кто такой Иисус. Я говорю, четыре месяца здесь. I know who Jesus is. Братья и сестры, это просто чудо творится. Четыре месяца слушал, он уже знает, кто такой Иисус. Он говорит, меня спас. Он спас меня на кресте. Вот то, что брат говорил, основные вещи во Христе совершаются. Поэтому молитесь, участвуйте в служении. Пусть ваша церковь будет миссионерской церковью, проповедующая Евангелие до края земли, утверждающая в сердца верующих в Божьи благодати и на основании Божьего Слова. Знаете, я во многих церквях в Америке бываю. Проповедь. На чем строится? Кто такие мы? Вы знаете, люди с ума уже сходят. Да мы знаем, кто такие мы. Мы грешники. Знаете, есть другой подход. Кто такой Бог? Раскрывается характер Бога. Раскрывается Его отношение к нам. Его отношение к церкви своей невесте. И тогда, кто такие мы, исчезает. Мы преображаемся в Нем. Пусть Бог благословит. Сегодня будет у вас проповедь. Дай Бог послушать. Я с удовольствием буду слушать. И скажу ответ пославшим меня. Как выглядит ваша церковь. Ну, а пока приглашаю вас на Камчатку с того момента, где я сказал. Спасибо большое. И статей Франции делает это проповедуя Евангелие поднимающим народом. Это второй метод благородный. Каким методом сегодня воспользуешься ты, дорогой мой друг? Я тебе посоветую воспользоваться вторым методом. Поверь мне, именно ты нужен Богу в его большой церковной работе. Чтобы Иоанн Иисуса Христа достигла далеких краев земли, нужны твои силы, свое время, свои слова, твои молитвы, твои битва. Я хочу сегодня пригласить тебя в втором путешествии на живописную камчатскую землю, которая тоже является одним из далеких краев земли. Чистая, красивая, богатая животные и растительные мира, горами и звуками и самики реками она покоится на полуострове, который омывается водами об островом море и сухого океана. Камчатский полуостров – это самый большой полуостров России. Его расстояние в длину равняется 1800 километров, в ширину – 500 километров. Но, несмотря на это, тысячный размер на члене полуострова составляет всего 400 тысяч человек. Здесь, в 142 тысячи из них проживает в маленьком городе полуострова, в Техобалке, в Камчатке. Он расположен на берегу Абатинской бухты, которая является самым большой бухтой в мире. В ней легко поместится весь мировой современный город. Главной достопримечательностью современного Техобалка является памятник апостола Дмитрук и Павлович, в честь которого и наступен в городе. Остальные 158 тысяч человек раздрошены в всей стране в территории полуострова, в поселках и в Союзе. За бухтами из них нет арахантов и нестинных дорог. В конечном жительнике Камчатского-Курозова являются перемены, эвенов и коррекции. Это представители марок и стыгающих народов севера. Верой этих народов является единичество. Социальное застояние, янство, величество, сунеты, разводы, болезни и сиротства. Надежда, желание, сущность, божье слово, которое многие из них уже вернуло в полноценную жизнь. В Москву от Камчатки отделяется расстояние 8200 километров. Его можно преодолеть только самолетом. Железные и автомобильные дороги в Камчатке не существуют. Несмотря на это, диван не будет откликать, что-то не достигло этого правильного мира. Сюда, в протяжении двух лет, без перерыва приезжают молодежные иерархи команды и страны штатов Америки. В одном из тех, кто приехал в Америку еще детьми бывшего советского столица. Пришел возраст, они услышали далекий долг погибающих народов и отвергнули на него. На протяжении этих лет в поселке Эска в центре Камчатки проводились в детстве христианские лагеря. Расплодавшие в пользу и в горе переломанными судьбами, где в ней заседание сдается все, что в обыкновение в году на маленьком островке метро. Собора, любовь, внимание, молитвы и христианские песни, а главное, простое диван, где в Англии оставили в учениках на долгие годы, неизблагаемый свет. Самое горькое – это плагиатые расставания. Дети всегда плакали и хотели и мечтали. Когда сострадавшим у меня проводить стало невозможно, из-за исключения законов и домея со стороны гостей, мы стали проводить христианские молодежные походы. Программа этих походов доступна и краска. Она освещает себя в исследовании, разговоры времени, общение и искусство. Каждый последний вечер в таких походах заканчивается жизненным собранием, на котором вновь и вновь и вновь и вновь открывается для Господа. Аминь. 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 В каждом издаленском поездке в Камчатку в обязательном порядке встречаются посещения людей, необычных людей из двух ведущих, в городе Елизавета, в городе Петропавловске, в селе Митого, в селе Эрта и в поселке Козелеве. К сожалению, такие праздники бывают только один раз за двумя. Камчатка – это край селевых аллеев. Их тогда посылка вдалеке от определенных пунктов. И туда можно попасть только металлеты – на собаках или на снегаходе. Несмотря на то, что Иванович Козелеве достигло третьих далеких точек, каждый год наша ветеринская команда на Камчатке будет не только в Комах, но и в Беларуси. За короткое время тут было построено два молитвенного дома в городе Елизавета и в поселке Эрта, а также началось строительство жилого дома хорресионера в поселке Эрта, переконструкция дома Молитвы и Елизавета. Работы выполнены уже много, но вы по-моему не узнаете еще больше. Для вечеринок на Камчатке пока еще открыли две анисетки дом Молитвы и дом Молитвы. Первые жилые дети, брошенные своими родителями, а вторые родители, брошенные твоими дни, и те, и другие нуждаются в работе в Москве. Жители Камчатки – народ и славы, поэтому на Камчатке много праздников. День Мирвода, День Индия, День Первой Рыбы, День Сула, День Района, День Баритена и многие другие. Они проходят в клубах и водоцветным небом. В программе таких праздников всегда просто включают наши священники номера, тихи, песни, словопожелания. И тогда сутки людей могут слушать правду о Боге. Благодаря здесь также распространяются в физические контакты, вещественные дни, разницы и боли. Кажется, литеринская поездка всегда заканчивается молодежным общением, как и Молитвы, Кирина, Берегуцкий и Калахианова, а потом снова расставание. В этом году одна девушка из далекого поселка Сорудово, сознавая серьезность своего положения, прощается и многое просили меня. Дядя Павлович, если действительно не выхватились, вы не захотите помнить, или мы здесь всех обвинем. Кто поможет людям, которые угрожают опасность? Кто будет отвечать за них перед Богом, если на Камчатку раздни, так никто не поедет. Мы готовы ехать на беспокойство, но без вашей помощи нам делать это будет очень трудно. Давайте работать вместе. Спасибо, брат Павел, за свидетельство. Слава Богу. Друзья, есть у нас еще одна цель молитвы, да? Давайте будем молиться о служении и благовестии по всему миру, и особенно в нашей стране. Может быть, молодежь уже не может сказать это слово в нашей стране, но мы говорим, потому что мы оттуда приехали. И там есть люди, которые очень нуждаются в спасении. Так, у нас есть несколько объявлений. Ну, во-первых, мы ожидаем всех друзей, кто только сможет прийти во вторник, обзор книги пророка Исаии. В четверг я хочу братьев пригласить на наше братское общение к нам домой в 7 часов. Это наше общение, где мы изучаем Божье Слово и учимся, как Ему быть полезным, как Ему служить. В пятницу начало сестерской конференции в церкви Слово Благодати. Сестры, которые зарегистрировались, не забудьте об этом. В следующее воскресенье у нас будет особое служение, вечеря Господня. Мы будем вспоминать цену, которую Господу нужно было заплатить за то, чтобы мы сегодня имели это с вами, счастье быть Его детьми. И будем готовиться к этому. Я хочу напомнить, что... Вот брат Володя сказал уже, что сегодня в 6 часов у брата Гриша Карачабана начинаются занятия для тех, которые желают принять крещение, и для тех, которые хотят утвердиться в вере. Пожалуйста, приглашаются все. Сейчас настало время оплатить за место в церковном лагере на следующий год. Места зарезервированы. Пожалуйста, сделайте это, постарайтесь это сделать в течение двух недель. Просто деньги заплачены с церковной кассы. Нам нужно просто вернуть эти средства в церковную кассу. Давайте не забудем об этом. И давайте мы вместе встанем и споем общим пением «Когда бушует жизнь огнем меня костя». Да, в это время, дети, как видите слайд, можно проходить на воскресную школу. «Когда бушует жизнь огнем меня крестя, Я но всегда держу себя дать. Я но всегда держусь и дать, Я но всегда держуся и не налогать, Зачем мне унывать, И верю я Христа, Что может у меня его подять? Ай, зачем мне унывать и верья в Христа, что может у меня Его отнять? Разруха и война, полныня, полныня, и горе к нам грядущие тревоги. Разруха и война, полныня, полныня, и горе к нам грядущие тревоги. Ай, зачем мне унывать и верья в Христа, что может у меня Его отнять? Зачем мне унывать и верья в Христа, что может у меня Его отнять? Зачем мне унывать и верья в Христа? Что может у меня Его отнять? Но мне ли унывать и верья в Христа, что может у меня Его отнять? Когда мы говорим с вами о христианской жизни, то я надеюсь, что мы не только имеем в виду какое-то особенное или правильное богословие, или понятие о Боге, которое мы имеем в нашем мышлении. И что христиане – это просто те люди, которые знают правильные истины о Боге, они получили правильное знание. Я думаю, мы с вами уже много об этом говорили и понимаем, что правильное или настоящее христианство – это больше, чем просто знание богословий, доктрин, истин или информации, так как практическая христианская жизнь – это также особенно важно для нас. Но также сказать, что христианская жизнь – это просто практика или просто особенные действия тоже будет неправильно. Потому что истинная христианская жизнь – это практика, которая основана на правильных знаниях и принципах. Если мы делаем акцент просто на знание духовных истин и не обращаем внимания на практику, мы уходим в философство, в какое-то мышление просто. А если мы только концентрируемся на практические дела христианства, то мы уходим в религиозность. И мы должны быть осторожными, чтобы не попасть в одну из этих крайностей. И когда мы читаем послание апостола Павла, мы можем увидеть, как он особо пытается предостеречь людей, чтобы они не упали в эти крайности. Почти все его послания можно разделить на две части, как сегодня уже было упомянуто немного, где вначале он, первая часть есть поучительная, богословская, научительная часть, и вторая часть более практическая. В первой части он в основном учит людей о Христе, о благодати, о спасении, о правильном понимании о Бога и любви Его к нам. А во второй части обычно он переходит уже и говорит, как люди должны жить в свете или на основании тех истин, которые он учил. И очень интересно это заметить в его посланиях и посмотреть на начало его практических частей, то, что мы сегодня будем делать. Потому что там обычно мы видим, как Павел подводит очень короткий итог, или он суммирует то, о чем он учил в первой части. Я хотел, чтобы мы посмотрели на пару примеров и увидели, как он это делает. Когда мы смотрим на его послание к римлянам, мы видим, что в первых 11 глав Павел учит у христиан о спасении грешников через Божью суверенную благодать. А потом в 12 главе, в первом стихе он говорит «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обратите внимание на ту фразу, которую я выделил в этом стихе. Эту фразу или эти два слова можно было бы просто убрать, и этот стих все равно бы грамматически нормально звучал. Было бы просто написано «Умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу» и так дальше. Можно сказать «Все было бы нормально». Но эта маленькая фраза, эти два слова, они очень важны, потому что в этой фразе, как я уже говорил, Павел суммирует все учения предыдущих 11 глав. Только апостол Павел, который может 11 глав посвятить на огромное глубокое учение, потом взять и суммировать это в двух словах. Потому что все это он называет милосердием Божьим и говорит, что это является причиной того, чтобы верующие жили по-другому. Для того, чтобы они представили тела свои в жертву живую для Бога и жили в этом мире. На основании той Божьей милости, которую Он проявил им в спасении. Такое же самое можем увидеть и в послании к Ефесянам, где в начале практической части, в 4 главе, Павел тоже говорит «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны». Здесь снова мы видим, что Павел умоляет христиан жить по-особому. И в этой фразе, которую я выделил «звание, в которое вы призваны», мы тоже видим суммирование или итог того, что Павел только что написал в первых трех главах. Там он писал, кем христиане являются на основании Божьего призвания, призвания, которое от самой вечности до нынешнего момента. И что в это включает? Как Бог сделал их через веру в Иисуса Христа, кем их Бог сделал через веру в Иисуса Христа. И теперь, получается, в начале 4 главы он умоляет, чтобы они поступали соответственно того, кем они являются в Иисусе Христе. И в нашей серии по посланию Колоссяна мы также пришли к этой практической части его послания. Начало третьей главы – это начало той более практической части, где Павел уже говорит, как вы должны жить, что вам конкретно нужно делать в вашей жизни на основании того, что я вам научил. И вот в начале третьей главы мы можем прочитать первые четыре стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о десную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Обратите внимание на первую фразу, первую половину первого стиха, где Павел говорит «Итак, если вы воскресли со Христом». Вот в этой фразе, как и в других посланиях, которые мы только что посмотрели, Павел подводит итог и суммирует то, о чем он говорил раньше в первых двух главах этого послания, то, о чем мы с вами размышляли уже на протяжении многих месяцев. Но вначале я хотел бы заметить одну небольшую деталь. Когда здесь вот используется слово «если», это не ставит под вопрос всю эту фразу. Павел не ставит людей как бы задуматься и сказать, ну, может, вы не христиане, если, если, если. Потому что, когда это слово используется в этой фразе, оно также имеет значение, которое, наоборот, подтверждает эту истину. Например, когда родители говорят своему сыну и говорят, «Если ты мой сын или ты моя дочь, то ты должен поступать особенно, ты должен быть послушным нам». Когда родители говорят эту фразу «если ты мой сын», то они, эта фраза не для того, чтобы ребенок как-то задумался и сказать, а может, я не сын тогда? Конечно, эта фраза, она, наоборот, подтверждает эту истину. Так же самое и в случае этого стиха. Павел не ставит под сомнение воскресение этих верующих, но он подтверждает именно это как истину. Можно даже перевести эту фразу в следующем виде. «Итак, так как вы воскресли со Христом» или «из-за того, смотря на то, что вы уже воскресли со Христом и Иисусом», как вы должны тогда жить? Почему же эта истина является настолько важной для нас и почему она, как я говорю, является итогом того, что Павел учил в первых двух главах? Давайте вспомним вкратце, что Павел пишет это письмо для того, чтобы опровергнуть ложное учение, которое начиналось как бы распространяться на то время. Ложное учение о том, что Иисуса Христа недостаточно для полноценной жизни, что нужно к этому, к Иисусу Христу добавить разные человеческие философии, мудрости, послушание старозаветним правилам, обрядам, служение ангелам и послушание простым разным человеческим повелениям. И в ответ на это все, как мы уже смотрели, Павел показывает нам, что Иисус Христос действительно, Он один, достаточен для нас, и что в Нем мы имеем полноту, как мы это читали во второй главе, в десятом стихе. И чуть-чуть дальше, во второй главе, Павел уже даже говорит нам о воскресении вместе с Иисусом Христом, то есть это не совсем новая тема для нас. Там написано, что мы, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Мы видим здесь два раза говорится о нашем воскресении со Христом. В двенадцатом стихе говорится, в Нем вы совоскресли, то есть воскресли вместе со Христом. И в тринадцатом стихе говорится, что Бог оживил вместе с Ним, вместе с Христом. И то есть, когда мы говорим с вами, что мы воскресли вместе со Христом, как мы прочитали в первом стихе третьей главы, и что здесь написано во второй главе, это говорит о том, что произошло радикальное изменение в нашей жизни, что это намного глубже и сильнее, чем просто убеждение некоторых истин или даже новое стремление в нашей жизни. Воскресение со Христом говорит о сверхъестественном действии, где сам Бог через ту же самую силу, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, берет людей мертвых во своих грехах, дает им новую жизнь, которая существует в единении с самим Христом, где мы живем в Нем, и Он живет в нас. Дорогие друзья, понимаем ли мы христианскую жизнь в такой сфере? Я думаю, что многие христиане имеют урон в своей жизни, потому что они не понимают сущность того, кем они являются в Иисусе Христе и какую новую воскресшую жизнь они получили. Многие христиане пытаются прожить свою сверхъестественную, божественную, воскресшую жизнь мирскими методами и подходами. Они стараются использовать смертные способы, мирские методы, чтобы как-то помочь своей духовной и воскресшей жизни. Но это абсолютно бесполезно. И вот поэтому Павел говорит здесь, как говорит здесь во всем послании, вам не нужно прибегать к разным человеческим выдумкам и религиозным подходам, чтобы найти совершенство в своей жизни. Он говорит, поймите, что вы воскресли с Иисусом Христом, это вы получили сверхъестественную жизнь, которую Он даровал нам. Поймите, что это значит для вас и как вам правильно жить этой воскресшей жизнью со Христом. И сегодня я хочу, чтобы мы увидели сущность этой воскресной жизни на основании этого текста в двух частях. Первое, что мы должны увидеть, это особенности или характеристики этой воскресшей жизни. Если мы говорим, что человек пережил сверхъестественное, чудесное действие Бога и воскрес вместе со Христом, то не должно ли это как-то проявиться в его жизни? Я помню один пример из одной проповеди Паул Уашер, кто его знает, может, молодежь знает эту проповедь, он сравнивает пример, что если человек на фривее и его ударил трак, он не может просто тогда остаться как-то таким же самым, то насколько сильнее, если человек столкнулся с Богом, который дарует ему жизнь, насколько больше должно это повлиять на Него. И поэтому, когда мы размышляем об этом сегодня над этими стихами, и когда мы будем смотреть дальше, потому что описание этой воскресшей жизни в Иисусе Христе продолжается третья глава и четвертая глава дальше в этом послании, это говорит нам, как наша новая жизнь должна проявляться у нас. И здесь Павел говорит о воскресении. Я думаю, мы все с вами были на похоронах и видели мертвецов, и понимаем, что есть огромная разница между мертвецом, который лежит, и любой другой живой человек. И Библия использует этот символ, чтобы показать, что должна быть огромная радикальная разница между тем, кем мы были и кем мы являемся. И поэтому мы читаем в первых двух стихах, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Здесь есть две особенности, которые я хотел, чтобы мы рассмотрели. И первая особенность воскресшей жизни это стремление к высшему. Павел говорит, что мы должны искать горнего или высшего. Что это значит? В общих словах это слово горнее или высшее говорит о том, что связано с небом, с Богом или просто с духовной сферой, которая выше того, что происходит в этом мире. Но в этом стихе Павел не просто говорит «Стремитесь к горнему», он дает нам описание этого горнего места, как «Где Христос сидит одесную Бога». И это нам с вами помогает увидеть чуть глубже и больше того, чего мы должны искать нашей жизнью. И потом Павел здесь использует такую детальную фразу, и мы должны заметить, что он говорит не просто о небе, которое мы должны искать, не просто о месте и о вечности, но это то, что связано с Иисусом Христом. Когда мы говорим здесь или читаем о Христе, который сидит одесную Бога, или это значит сидит по правую руку от Бога, то мы говорим или мы имеем представление божественного трона. Если Христос сидит одесную Бога, то он находится в позиции правителя и того, через кого Бог, как Царь Вселенной, действует в этом мире. Это то, что мы имеем в английском есть выражение «right hand man». Это тот, который делает то, что ты Ему поручаешь. И то есть Христос представлен здесь для нас как Царь, Господин, правитель, руководитель. И это то, чего мы должны искать в нашей жизни. Когда Павел говорит, что мы должны искать этого, он не имеет в виду просто прийти к понятию Христа как Господина или правителя. Это слово представлено нам в настоящем времени. То, что мы должны постоянно делать и учит нас о том, что мы должны постоянно продолжать и искать этого. Стремление к познанию Христа как правительное над нами должно быть постоянным действием в нашей жизни. Это говорит не просто о том, что найти что-то, а говорит о направлении всей нашей жизни, когда мы пытаемся все больше и больше подчинять себя под руководство Иисуса Христа во всем. Это стремление к тому, чтобы Иисус Христос был нашим личным Царем и чтобы наша жизнь была под Его руководством. И вот такое стремление к познанию Иисуса Христа, оно очень практично и очень сильно связано со всей нашей жизнью. Я хотел, чтобы мы увидели, как апостол Петр говорит об этом в своем втором послании. Если мы откроем 2 Петра 1 главу, мы будем читать с самого начала. Я хотел, чтобы мы заметили некоторые детали здесь. Он пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявши с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Мы видим здесь, что Петр хочет, чтобы читатели его письма, они умножились в познании Бога и Христа как Господина или как Господа. Дальше он пишет, какие благословения эти люди уже получили от Бога. С 3 по 4 стих он пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удавлившись от господствующего в мире растления похотью. В этих стихах он говорит, что у христиан уже есть все ресурсы для того, чтобы умножиться в познании Иисуса Христа как Господа. И после этого, с 5 по 7 стих есть стихи, которые мы, я думаю, очень хорошо знаем. Он говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите веру вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности и воздержание, воздержание и терпение, в терпение и благочестие, в благочестие и братолюбие, в братолюбие и любовь. Мы видим здесь, что очень эти практические действия нашей христианской жизни, к чему мы должны стремиться, прилагать все старание, не просто иногда, а то, что должно описывать всю нашу жизнь. Но заметьте небольшую деталь в следующем стихе, в 8 стихе, что Петр говорит. Он говорит, если это у вас есть и умножается, вот эти все практические действия христианства в вашей жизни, если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Петр говорит здесь, что если у вас есть эта практическая христианская жизнь, если у вас проявляются эти качества добродетельства, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия, братолюбия, любовь, он говорит, что тогда у вас будет успех в познании Иисуса Христа как Господа. Я думаю, в наше время в христианстве люди не видят важность познания Христа через практическую жизнь, подчиненную Его правилам и стандартам. Если сделать опрос у христиан или даже сегодня у вас спросить, как вы познаете Христа, то я думаю, много разных ответов будет. Кто-то ответит, скажет, я читаю Его Писание, особенно Евангелие, обращая внимание на характеристику Иисуса Христа, я размышляю об этом и у меня строится понимание о том, кем является Христос. Это хороший ответ, правильный ответ. Другой человек скажет, я размышляю об Евангелии, о спасении, о благодати, о том, о великой любви, которую Бог проявил мне в Иисусе Христе и через это я глубже понимаю красоту Иисуса Христа. И это хороший ответ, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Но сколько людей, сколько из нас ответят и скажут, я познаю Христа через практическое подчинение своей жизни под Его руководство. Да, я читаю Писание, чтобы иметь хорошее понимание о том, кем Он является. Я размышляю об Евангелии и спасении, которое нам даровано, но больше всего я лично познаю Христа тогда, когда я живу так, как Он повелевает мне жить. Вот что значит искать горнего, искать высшего, где Христос сидит одесную. Это не просто какое-то представление о Христе как Царе там, на небе, далеко от нас, где Он, да, Он царствует, но здесь я живу своей жизнью. Нет. Искать горнего, где Христос сидит одесную, это когда наша жизнь характеризуется тем, что мы стремимся к практическому подчинению всех наших действий под Его руководство. Это не просто, где Иисус Царь на небе, а где Иисус Царь в моем сердце, и это проявляется в моей жизни, где вся моя жизнь стремится к тому, чтобы проявить то, что Иисус Христос является моим Господином. И для того, чтобы поменялось вот это стремление всей нашей жизни, должен поменяться и наш образ мышления. И это вторая особенность воскресшей жизни во Христе, что это мышление о высшем. мы видим это во втором стихе, Павел говорит о горнем помышляйте, а не о земном. И это очень важно для нашей христианской жизни, потому что невозможно быть постоянным в нашем искании высшего и практического познания Христа, если наше мышление, наш разум находится в том же самом состоянии, как оно и раньше было. Когда Павел здесь говорит, что мы должны помышлять о горном, он не говорит просто о том, что иногда у нас должны быть правильные мысли об Иисусе Христе, о Боге и что это значит для нашей жизни. Нет, здесь говорится о направлении не просто некоторых мыслей однажды в нашей жизни, но говорится о направлении всего нашего мышления. Посмотрите, как там в английском переводе написано set your mind, то есть настройте свой разум. Я вспоминаю в детстве, когда мы еще жили в Украине, люди использовали старые радио и приемники. И для того, чтобы услышать ту программу, которую они хотели, была особая волна, на которую им нужно было настроить. В наше время мы это не понимаем, у нас все диджитал, все электронное, нажал подкист и играет без проблем, если сервис есть. Но в то время нужно было быть очень аккуратными, очень осторожными, чтобы настроить на ту волну, чтобы услышать ту программу, которую вы хотите услышать, и чуть-чуть в одну сторону, чуть-чуть в другую, и теряется эта связь. И вот что-то похожее здесь мы видим, то, что должно происходить в нашей жизни. Павел говорит, чтобы мы настроили свой разум, свои мышления, так же самое, как тот старый радиоприемник, на высшую волну, на небесную волну, и чтобы наши мысли были направлены к высшему, там, где Иисус Христос является правителем. Как я уже говорил, это говорит намного больше и глубже, чем просто размышление о Христе, как о нашем Царе, потому что имеется в виду, чтобы наше мышление соответствовало Христому мышлению, чтобы наши приоритеты и желания сердца были похожи на Христовы. Мы видим это в послании филиппийцам, 2 глава, 5 стих, Павел говорит, ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Я высветил там английский перевод ESV, он более точно переводит «have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus». То есть говорится, пусть у вас будет то же самое мышление, которое уже ваше во Христе Иисусе. Здесь используется одно и то же слово, которое используется в Колоссянам, 3 глава, 2 стих, что говорит нам о христианском помышлении, что оно должно быть в полном согласии со Христовым. В нашем стихе, 3 глава, 2 стих, там было написано «О горнем помышлять а не о земном», он говорит, что наше мышление не должно быть мирским. И хотя повеление не размышлять, не мыслить о земном, оно, конечно, включает в себя физические вещи этого мира, оно больше сконцентрировано на мирском мышлении, на мирских приоритетах и на мирских чувствах. И это то, о чем уже Павел очень много говорил в этом послании. Вспомните, что он говорил, чтобы мы были осторожны, чтобы мы не попали под влияние человеческой философии и мудрости, чтобы их не увлекли разные человеческие стихи, элементарные учения, чтобы они были внимательны к разным религиозным подходам, которые имеют только вид мудрости, а никакой истинной религии в себе не имеют. То есть мышление, которое направлено на волну этого мира, это сердце, которое направлено к ценностям и стремлениям и желаниям всей мирской системы. И христиане должны быть очень осторожны, чтобы не попасть под это влияние. Не просто потому, что это опасность для нас, но потому, что даже Библия, Слово Божие, очень сильно говорит против этого. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 16 глава, мы прочитаем с 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от Меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Дорогие друзья, посмотрите, какие здесь сильные слова Иисус говорит Петру, своему апостолу, ученику. Он даже называет его Сатаной, говорит, отойди от Меня, Сатана. Все из-за того, что Петр начал размышлять по-человечески о Небожьем. Иаков в своем послании также пишет в 4 главе 4 стих, он говорит, «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Здесь мы видим, что стремление к близкому отношению с этим миром ставит человека во вражду самим Богом. Есть много других мест, но я хотел бы одно место, которое, я помню, мне как-то сильно запомянулось, то в послании Филиппийцам 3 глава 18 стих Павел пишет и говорит, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Здесь Павел говорит о некоторых людях с печалью. В 18 стихе он называет их, что они поступают как враги креста Христова. В 19 стихе он описывает, кем они являются, и здесь он говорит в конце, что они мыслят о земном. Дорогие друзья, дорогая церковь, я хотел, чтобы эти стихи немного пробудили нас, чтобы они немного показали нам, что мы заметили, насколько важно иметь правильное мышление. Мы здесь говорим не просто о второстепенных вещах в христианстве, но о самом центре всего нашего христианства, потому что это все исходит из нашего сердца, из наших мышлений, к чему оно направлено, так и будет наша христианская жизнь. Римминам, 12 глава, 2 стих, Павел пишет, говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мы видим здесь, что наши мысли, они могут сообразоваться с миром этим и быть также преображенными в обновлении ума. Я хотел бы, чтобы мы спросили сегодня, что сегодня формирует мое мышление? Обновляется ли мой ум Божьими истинами или мой ум, он сообразуется с веком этим? Иметь дисциплину наших мыслей – это особенно важная вещь в нашей жизни. И это только возможно, когда у нас есть дисциплина в том, чем мы питаем свои мысли, о чем мы думаем, о чем мы размышляем, что для нас важно, какие у нас приоритеты, чем мы развлекаемся, чем мы занимаем свое время, что мы допускаем влиять на наши мысли через то, что мы смотрим, через то, что мы слышим, через то, чем мы занимаемся. В послании филиппийцам есть один стих, который можно назвать как духовный фильтр для наших мыслей. Можете даже в своей Библии написать возле филиппийцам 4 глава 8 стих. Павел говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, а что только добродетель и похвала, о том, помышляйте». Я предлагаю нам проверить свои мысли, подходят ли они под эти стандарты. Есть ли у нас те мышления мышление или направлен ли наш разум на то, чтобы думать о таких вещах? Пусть этот стих будет фильтром для нашего мышления и также для всей нашей жизни, потому что правильное мышление, оно особенно важно для того, что мы могли иметь правильное направление всей нашей жизни. Невозможно искать горнего практически в нашей жизни, если наш разум на это же не настроен. Итак, мы видим, что особенность воскресшей жизни во Христе это направление наших мыслей и всей нашей жизни к большему подчинению Иисуса Христа. Но как нам найти силу для этого? Разве это значит, что мы просто должны сказать, хорошо, я буду сильнее стремиться к Богу, я заставлю себя думать о Божьем, о Небесном, я просто постараюсь give it the old college try, как по-английски сказано. Но ответ не просто в том, что мы должны больше предлагать старания, хотя это часть того, что мы должны делать. Но если мы посмотрим на наш текст, то в третьем и четвертом стихе мы увидим три причины для воскресной жизни во Христе. И эти, когда мы поймем эти причины, это также даст нам силу для того, чтобы жить этой воскресшей жизнью. Павел здесь приводит и говорит о христианской жизни, и он смотрит с нашим прошлым, с нашим настоящим и с нашим будущим то, что ожидает. И первое, что мы видим здесь в начале третьего стиха, где Павел смотрит на прошлое и говорит, ибо вы умерли. Вот это глубокая истина для каждого христианина, что в прошлом он уже умер. Но что это значит? Ведь мы не говорим о физической смерти, потому что кто из нас христиане, мы понимаем, что мы живем, мы физически не умерли. Но из-за того, что эта фраза стоит сразу после Павла повеления о том, чтобы мы не думали о мирском, акцент этой фразы говорит о том, что мы умерли к мирским ценностям, мы умерли ко всему греховному и все, что связано с этим миром. Несколько мест, которые открывают немного побольше и глубже эту истину, мы прочитаем Римлянам, 6 глава, 6 стих, там написано, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. То есть Павел говорит, что наш старый человек, который раньше находился в рабстве ко греху, был распят вместе со Христом, что произошло радикальное изменение в нашей натуре, что теперь мы уже больше не живем в сфере греха, потому что мы умерли для этого. Галатам, 6 глава, 14 стих, Павел о себе говорит, он пишет, «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира». Это очень интересный стих. Здесь Павел как бы говорит о двойной смерти. Он говорит, что в Иисусе Христе во-первых, для Него этот мир распят. То есть все ценности этого мира для Павла умерли. А потом он говорит еще, что он сам умер для этого мира, что он не живет больше во сфере этого мира со всеми его ценностями и приоритетами. Дорогие друзья, понимаем ли мы эту великую истину, что каждый настоящий христианин умер для мирских ценностей и что сам мир также умер для него? Я думаю, много христиан, они причиняют себе много боли и страданий в своей христианской жизни именно потому, что они не понимают, свою смерть к этому миру. Вспомните процесс того, как гусеница преображается в бабочку. В один день эта гусеница, не знаю, Бог заложил в какое время, начинает строить вокруг себя этот кокон из разной гусеницы из разного, становится полностью в оболочке того средства и там живет, можно сказать, некоторое время, находится. Но потом в один прекрасный день из этой некрасивой даже этой массы появляется красивая бабочка. Так вот, представьте себе, что вот эта бабочка, которая имеет крылья для того, чтобы летать, для того, чтобы приносить благо и красоту в этом мире, принимает решение для того, чтобы залезть туда обратно, откуда она вылезла и там находиться. Это абсурд, мы такого конкретно конечно не видим в мире, но как много христиан, которые во Христе Иисусе умерли для мира, все еще продолжают жить старым видом жизни. То есть, стремление их жизни полностью соответствует всем ценностям и приоритетам этого мира, их мысли о том, что земное, а не о том, что небесное. И поэтому понятие того, что мы умерли для мира и для греха не просто является причиной для того, чтобы жить воскресшей жизнью во Христе, но также дает нам силу, потому что когда мы поймем, что мы умерли для этого мира, мы сможем освободиться от разных мирских влияний и жить настоящей жизнью для Христа. И это тесно связано и приводит нас ко второй причине для нашей воскресшей жизни. Во второй половине третьего стиха Павел обращает внимание на наше настоящее состояние. Сказав о нашем прошлом, он говорит, что вы умерли и говорит, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы видим здесь, что христианин это не просто человек, который умер для мира и для греха, но который также получил новую жизнь и что эта жизнь сокрыта со Христом в Боге. Сокрыто имеется в виду то, что наша жизнь находится в Нем, что в Иисусе Христе мы имеем источник нашей новой и Божьей жизни, что наша новая жизнь, наша идентичность, наше полное существование, оно зависит от Христа. Быть в Иисусе Христе это одна из главных тем, как и этого послания, так и можно сказать всего, всех посланий апостола Павла и он часто упоминает это в своих других посланиях. В послании Галатам 2 главе он свидетельствует о себе и говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Павел говорит здесь, что его новая жизнь это то, что Иисус Христос живет в Нем и через Него. Из-за того, что он через веру соединился с Иисусом Христом, он может жить по-другому уже. В Римлянам 6 главе мы прочитаем пару стихов. Восьмой стих Павел пишет, «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Одиннадцатый стих, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». В этом послании Павел напоминает нам, что если мы умерли со Христом, то мы будем жить с Ним. И это не говорит просто о вечности с Иисусом Христом, когда-то придет время, где мы будем жить с Ним, но говорит о нашей настоящей жизни, что мы должны почитать себя живыми для Бога во Христе Иисусе. То есть мы должны постоянно помнить, постоянно напоминать себе, что наша идентичность, о чем мы говорили уже много, наша новая жизнь во Христе и Иисусе и понимание того, кем мы являемся в Нем, поможет нам жить для той цели, для которой Бог не просто сотворил нас, но дал нам новую жизнь во Христе. То есть наша новая жизнь для тех, кто являются христианами, находит свое определение в Иисусе Христе. И понятие вот этой истины, оно должно повлиять на то, что как мы будем жить в этом мире. Вернемся к нашему примеру о бабочке, в которую Бог вложил способность и желание для того, чтобы летать. Так же само и в христианстве. В христианине Бог вложил способность и желание для того, чтобы жить новой жизнью. И когда мы с вами будем стремиться осуществить это в нашей жизни, мы не просто найдем нашу идентичность во Христе, то, кем мы являемся, но мы также найдем полное удовлетворение и радость в нашей жизни. Когда мы начинаем жить не просто, кем мы являемся в Иисусе Христе, а тем, для кого Бог нас сотворил, сделал, для чего Он дал нам новую жизнь, тогда мы будем иметь радость, наслаждение и будем иметь полноценную воскресшую жизнь во Христе. Но каждый христианин понимает, что даже правильная жизнь на этой земле, что это не конец, что мы с вами живем для чего-то другого и лучшего. И вот поэтому в 4 стихе Павел смотрит на будущее и дает нам еще одну причину для воскресшей жизни во Христе. 3 глава, 4 стих, он говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Еще одна причина, которая не просто является причиной для новой жизни, но которая дает нам силу, чтобы жить этой воскресшей с жизнью, это понимание того, что нас ожидает в будущем. Когда, здесь написано, когда явится Христос, тогда и мы явимся с Ним во славе. Это говорит о том, что наша жизнь, которая сейчас сокрыта во Христе, которая находится в Нем, жизнь, которую этот мир не может видеть, мир может видеть только плоды этой жизни, что эта жизнь будет полностью открыта в Божьей славе. Я не знаю, как часто вы думаете о вечности, о том, что нас ожидает и что вы представляете в этом и в каких ситуациях вы начинаете думать о вечности, но в своей жизни я основно вспоминаю о вечности в двух главных ситуациях. Может, когда в жизни трудно, когда есть разные проблемы, я вспоминаю о том, что придет время, когда все это уйдет и будет истинная и настоящая жизнь без разных трудностей. Но также я вспоминаю, особенно вспоминаю вечность, когда я сталкиваюсь со грехом, не со грехом в других людях, а со своим личным грехом, который остался мне. И то есть, думая о вечности, я желаю уже освободиться от этого тела греховного, чтобы можно было прославлять Бога без разных препятствий. И то есть, когда мы понимаем, что нас ожидает в будущем, когда все препятствия для нашей христианской жизни будут сняты, когда Бог даст нам новое безгрешное тело, когда мы будем преображены в образ самого Иисуса Христа, то это должно мотивировать нас, и чтобы у нас было более сильное стремление к святости в этом мире. И это потому, что понимание того, что ожидает нас, оно более открывает нам то, кем мы уже являемся в Иисусе Христе, и как мы должны жить соответственно тому званию, которое ожидает нас. Смотрите, как об этом пишет Иоанн в своем первом послании, третья глава со второго стиха, он говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божие, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Апостол Петр также говорит о такой же самой мысли в первом послании, первая глава с 13 стиха, он говорит, «Посему возлюбленные, припоясав через слава ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас Святого и сами будьте святы во всех поступках». Смотрите, как в двух этих местах одна и та же мысль говорится, что те, которые имеют надежду на будущность, где они освободятся от греха, где они получат славу Божию, должны очищать себя. То есть, когда мы смотрим на всю жизнь с точки зрения Писания, мы видим, насколько коротка наша жизнь сейчас. По сравнению с вечности, наша жизнь сравнивается просто с паром, который поднимается и исчезает. И когда мы видим, смотрим на жизнь с этой точки зрения, мы понимаем, что действительно важно для Бога. Для Бога важно не просто наше спасение, для Бога важно не просто, что мы приходим в церковь, что мы знаем какие-то вещи о Нем, но что для Бога важна жизнь, где происходит очищение от грехов, что Его ценности, Его приоритеты настолько важны. Христианская жизнь настолько важна для Бога, что она будет продолжаться вечно. И когда мы понимаем это, это должно мотивировать нас к тому, чтобы очищать себя от всяких мирских ценностей, грехов, мыслей и стремиться к той святости, которая ожидает нас в вечности и которой мы уже с вами призваны сейчас. Мы не ждем просто вечности, где мы будем жить для Бога, но сейчас мы уже должны, потому что наша жизнь это тот показатель, который говорит, куда мы идем. Если этого нет в нашей жизни, то и не будет никакой уверенности, что нас ожидает в будущности. И поэтому размышляйте о том, подумайте о том, кем вы будете в вечности, что вы будете там делать вечно с Богом, с Иисусом Христом, и это должно, это поможет вам иметь правильный взгляд на весь этот мир с Его ценностями. Дорогие друзья, дорогая церковь, мы видим, что новая жизнь христианина, она полностью сконцентрирована на Иисусе Христе. То есть, в Нем мы умерли для нашей старой жизни, в Нем мы умерли для нашей старой греховной идентичности. Теперь в Нем мы имеем новую идентичность, новую жизнь, и когда Он явится во славе, тогда мы явимся с Ним во славе. Он является царем, Он является суверенным правителем, и вся наша жизнь, наша практическая и мысленная должна быть направлена к подчинению и послушанию Иисуса Христа. Христианская жизнь – это Христос. И так и написано в 4 стихе, как вы видите там, Христос – жизнь ваша. То есть, это было реальностью для апостола Павла мы знаем в послании филиппийцам 1 глава 21 стих, он говорит, «Ибо для меня жизнь Христос». Можешь ли ты сегодня сказать такое о своей жизни, что для меня жизнь Христос, или сказать как минимум «Аминь» с апостолом Павлом? Если нет, то есть две причины для этого. Если ты еще не христианин, если ты еще не отдал свою жизнь под его руководство, то, конечно, твоя жизнь не будет определена Христом. Он и его жизнь, его ценности, они для тебя будут совсем чужими. Для тебя жизнь, все, что в этом мире происходит, все эти ценности, весь этот грех, вот это для тебя то место, та, можно сказать, вода, в которой рыба плавает. То есть если ты еще не имеешь Иисуса Христа как центром своей жизни, если Он для тебя еще не спаситель, если ты еще не находишь в Нем свою идентичность, дорогой друг, сегодня есть прекрасная возможность, чтобы не обязательно выходить, просто в своем сердце принять Иисуса Христа спасителем, отказаться от всех греховных действий, получить прощение грехов, которые Он дарует, и получить эту воскресшую новую жизнь, оставивший смертное, греховное, человеческое, получить славное, святость, прощение грехов и вечность с Ним. А если же ты христианин и ты не можешь сказать, что для меня жизнь Христос, что Он не является центром моей жизни, то сегодня хорошая возможность проверить свое сердце, проверить направление всей своей жизни, задать вопрос, для чего я живу? Является ли моя практическая жизнь свидетельством того, что Иисус Христос живет во мне? Показывают ли мои действия этому миру, окружающим людям, то, что я получил небесную воскресшую жизнь в Иисусе Христе? Подумайте о своих мыслях, о чем вы размышляете, к чему они направлены, какие у вас цели, приоритеты вашей жизни, соответствуют ли они тому, что открыто в Священном Писании, соответствует ли это приоритетам Иисуса Христа? И это именно то, что я хотел, чтобы мы сделали в наших молитвах по группам, как мы обычно делаем. Проверьте свое сердце, проверьте свои мысли, кем Иисус Христос является для вас, является ли Он Господином, царем вашей практической жизни и ваших мышлений, понимая то, что Он сделал и ту воскресшую жизнь, которую Он даровал нам. Пусть Ему будет во всем слава и честь. Аминь. Помолимся с вами. Дорогой Отец наш небесный, слава Тебе, я благодарна за то, что Ты источник жизни. Мы все были грешные, смертные, мертвые во грехах, но, Господи, Ты даровал нам новую жизнь. Ты открыл очи нашего сердца, чтобы увидеть славу Иисуса Христа и через то, что мы уверовали, которое Ты даровал нам новую жизнь. Господи, как часто мы пренебрегаем этой привилегией, этой истиной, забываем то, кем мы являемся и к чему Ты призвал нас. Мы являемся Твоими детьми, святыми в Иисусе Христе, и это значит, что наша жизнь должна показывать это. Господи, я молю, чтобы Ты был Царем не просто на небе, не просто вдалеке, не просто Царем в этом мире, но Царем в нашем сердце. И, Господи, те сердца, которые еще являются, стоят в противлении Тебя, Господи, я молю, чтобы Ты сделал свое действие. Ты даровал покаяние, даровал новую жизнь, чтобы и те люди могли вместе с нами жить для Твоей славы и ожидать той вечности, где мы будем свободны от греха, от мирских влияний и будем вечно жить для Твоей славы. но пока мы здесь, Господи, мы полагаемся на Тебя, чтобы Ты помогал нам жить для того, чтобы Твое имя было прославлено во всем. Пусть, Господи, это будет описание нашей церкви и каждого из нас, кто здесь находится. Тебе во всем слава, наш великий и чудный Бог. Аминь. Аминь. Что за славу от нас нам найти? Поведуясь во всем, все пребудены в нем, кто послушно с Ним хочет идти. Если цель не спадет, или дочь отойдет, Он с улыбкой поможет пройти, не прибудет ни страх, ни слеза ночам, нужно лишь послушание идти. Слушайся, верь, нет другого пути, а пройдет. Поведуясь спасенье лишь в Иисусе Христе. Поведуясь Христе Христе любовь загляд от нас язык. Иисусе дождь им покинет прием не жит и исправить пройдет, Слышайся ты, нет полного пути, Обрестись под землей, Лишь в Иисусе Христе. И в общении с Иисусом Ему в ноги пойдем, И в союзе с Ним будем идти. Туда скажет, пойдем, Что допустит, снесет, Не страшись, но послушно идти. Слышайся ты, нет полного пути, Обрестись под землей, Лишь в Иисусе Христе. Слава Богу, дорогие друзья, за это собрание. Я верю, что Господь или Дух Святой в нашем сердце, Он помогает нам применять все, что мы слышали. Знаете, наша христианская жизнь очень часто наполнена фразами христианскими, она наполнена лозунгами. И один из этих лозунгов, это то, что мы имеем новую жизнь во Христе, или мы воскресли со Христом. И вот сегодня у нас была конкретная возможность с вами посмотреть, что же это означает. Я думаю, много мы об этом поем, много мы об этом говорим, мы много об этом читаем в Писании. Но вот Павел позаботился, или Бог позаботился через апостола Павла, чтобы у нас не просто отлетали, отлетали, как говорится, от языка христианские фразы. Но чтобы мы ясно понимали, что я воскрес со Христом, у меня есть новая жизнь, и это означает, что Христос является моим Господином. Я ищу Его роли, ту, которую Он занимает на небе, чтобы эта роль, она была в моей жизни. Помните, и Христос говорит, молитесь же так, Отче наш, Сущий на небесах, да придет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Или как на небе, так и на земле. Вот это очень важно. Это то, что мне особенно сегодня запомнилось с этой проповеди. Это то мышление. Виталий говорил, что это не просто мысли отдельные, это целое мировоззрение, друзья. Это тот фильтр, через который мы смотрим на этот мир. Тот фильтр, через который мы смотрим на эту жизнь. Я могу помышлять. У меня, может быть, когда говорится, мыслят о земном, имеется в виду, они все видят земными ценностями. Это определенный образ мышления. То есть мы иногда заботимся просто об отдельных мыслях. Здесь речь идет намного-намного что-то глубже, чем это. Поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы ясно понимали, что мы имеем в виду, когда мы говорим разные фразы. И чтобы Господь помог нам запомнить все то, что мы сегодня слышали, чтобы через это наша жизнь стала более плодовитой, и чтобы она более прославляла Христа. Давайте в заключении помолимся с вами, поблагодарим Бога за это богослужение. Господи, мы еще раз приходим к Тебе, и мы преклоняемся, и славим Тебя, Господь, за то, что Твое слово, оно так просто для понимания. Господи, Ты поместил глубочайшие духовные истины на понятном нам языке. Господи, очень часто наша вина в том, что мы не до конца внимаем, понимаем, Господи, и мы не до конца изучаем Писание, чтобы ясно понимать, что мы имеем под виду, под той или другой фразой. И мы благодарим Тебя сегодня, что мы могли посвятить это время, чтобы разобраться, что же означает то, что мы воскресли с Тобой. Как я сегодня могу посмотреть на свою жизнь и делать определение, являюсь ли я духовно мертвым человеком, или я воскресший, воскресший для новой жизни в Тебе. Я молю Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым применил все то, что было сказано каждому сердцу здесь. Господи, каждый из нас, он вращается в разных условиях, у него есть разные проблемы, разный контекст жизни, Господь. Мы не можем все предусмотреть с этой кафедры, но мы верим в то, что если мы христиане, Дух Твой живет в нас, и Он использует Слово Божье, чтобы указывать нам конкретно, где и как мы неправильно поступаем, где мы неправильно мыслим, где мы неправильно питаем свой разум неправильными вещами. Господи, помоги нам, обличай нас в этом. Помоги, Господи, также, чтобы мы выполняли обязанности членов церкви, о которых мы говорили на прошлой неделе, чтобы мы наставляли друг друга, Господи, и помогали друг другу держать наш фокус, нашего внимания на Тебе, чтобы мы помогали друг другу мыслить о небесном, чтобы у нас были небесные приоритеты, чтобы Христос действительно царствовал в нашей жизни, Господи. Помоги нам обличать друг друга с любовью, наставлять, вразумлять и помогать друг другу исправляться, Господи. Пошли нам достаточно любви друг к другу, чтобы это по-настоящему делать. Благодарим Тебя, Господи, за это собрание, за все то, что Ты нам даешь, Господи. Ты действительно так благ к нам. Мы это очень сильно ценим. Поклоняемся Тебе, Господи. Блосвету неделю, которая перед нами. Все, что нас ожидает, храни нас в Твоей руке. Помоги нам помнить о том, что Ты сегодня говорил нам. Аминь. С миром Божьим, друзья. Приветствую всех. Если у нас есть гости, мы вас очень сердечно приветствуем. И, пожалуйста, приветствуйте друг друга. Не расходите все очень быстро. Спасибо. 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 Спасибо.